Всем привет! Меня зовут Егоров Алексей и сегодня мы вместе с вами будем использовать знания о теории вероятности математической статистики для того, чтобы проанализировать данные с известного портала АМДБ, который хранит на себе все фильмы, которые так или иначе выходили в мире с 1900 года. Ну или по крайней мере они так говорят. Но мы не будем заморачиваться насчет того, насколько адекватная подборка на этом портале информации. Мы просто воспользуемся этой информацией для того, чтобы на практике показать, насколько мощными инструментами обладает теория вероятности математическая статистика. Работать мы будем в среде Google Collab, используя библиотеки Pandas. Это известная библиотека для работы с таблицами, данными. Использовать мы будем библиотеку Matplotlib, Numpy, Skypy, который хранит внутри себя Stats. И пока я вот сейчас рассказываю, я постепенно выполняю код, хочу подгрузить файл с данными для анализа. Соответственно, Sypy в библиотеке в модуле Stats, пока грузится, продолжу, хранит все возможные распределения. Seaborn — это для построения графиков используется библиотека. И EtherTools содержит внутри себя набор различной информации, набор различных методов для построения комбинаций, пересечений и так далее. То есть работая с комбинаторными элементами. Нам это потребуется. В финальной части я покажу где. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем анализировать данные, оценка, будем их оценивать, разбирать, что у них внутри и проводить их минимальную очистку. Мы будем проверять нормальность, мы будем проверять не только, кстати, рейтинг. Мы будем проводить регрессионный анализ, мы будем проводить дисперсионный анализ. А в конце мы будем делать плохие выводы. Так что все, кто хочет пропустить использование тервера и увидеть, что внутри, может просто перейти к плохим выводам. Ну а мы продолжим. Значит, мы используем библиотеку Google Collab, импортируем файлы. С помощью использования этой команды мы поместили на сервер наш файл в формате CSV. Для того, чтобы этот файл перевести в пригодный для использования внутри нашего кода, мы можем использовать из библиотеки Pandas функцию метод read.csv, который позволяет нам, указав имя файла, перевести его в известный всем вид фрейма. Вот, собственно, мы его увидим на экране сейчас. Значит, давайте теперь посмотрим, что у нас внутри в данных. Для этого я вот раскрою все свои ячейки. Значит, мы будем работать в первую очередь с тремя параметрами. Это рейтинг IMDB. Он содержит рейтинг с дискретным шагом 0,1. Это год выпуска мы посмотрим, и мы посмотрим продолжительность рантайм, и будем впоследствии оценивать и сравнивать, проводить дисперсионный анализ по языкам и по жанрам. Значит, обратим внимание на численные показатели. Давайте выполним код и посмотрим на вот их описание. Вот оно. Мы можем увидеть, что, во-первых, существуют пропуски в данных. Видите, в рейтинге примерно 600 фильмов, ну, меньше, ладно, 550, которые не содержат внутри себя информацию о рейтинге, и примерно столько же, которые не содержат информацию о длительности. Ну, соответственно, нам придется как-то заполнить эти пробелы. Плюс мы можем обратить внимание на наличие фильма длительностью в 1256 минут, что, естественно, не бывает. Что еще мы можем сделать, какие выводы на основании того, что видим? Ну, во-первых, вот если мы тут промотаем немножко вниз, то первое, наше среднее значение рейтинга 5,9, ну, как бы, наверное, интуитивно похоже на правду. При этом обратите внимание вот на статистику, которая здесь выводится. Выводится 25%, 50%, 75%. Это так называемое значение квантилий. Квантилий – это такая величина, у которой с заданной вероятностью значение наших данных меньше, чем значение, располагающееся в выборке, упорядоченной под этим процентом. Я, может быть, сейчас сложно объяснил, но вот представьте себе, например, 4 числа, ну, не знаю, 4, 2, 3, 5. Если мы упорядочим эти числа, 2, 3, 4, 5, то обратим внимание, что квантилий в 50% это 3,5, то есть либо 3, либо 4, ну, 3 или 3,5, например, тоже подходит. Соответственно, с вероятностью 50%, если мы из этих 4 чисел берем одно, оно будет меньше, чем 3,5. То есть 2, 3, 4, 5. Как бы берем, достаем, у нас каждое число достается с 25% вероятностью, вот 2 из них меньше, чем 3,5. Вот это квантилий 50%. Ну, квантилий 25, квантилий 75 определяются таким же образом. Собственно, мы можем видеть, что среднее значение близко к квантилю. То же самое мы можем увидеть у рантайм. У параметра длительности. А вот у года квантиль и среднее расходятся достаточно серьезно. Но зато забавно больше всего фильмов с точки зрения медианы. А, подожди, я держу внимание, что квантилий в 50% это медиана. Тоже известное вам слово, вы наверняка с ним сталкивались. Вот медиана в 50% и среднее у года выпуска различаются. То есть в среднем фильмы выпускали в 2003 году, а по упорядоченной выборке среднее это 2012 год. То есть больше всего... Ну, то есть у нас получается выборка, смещенная к концу 2020 года. Собственно, почему фильмы близки в среднем к 90 минутам? Потому что 90 минут это показатель отсечения, который позволяет выпускать фильмы в кинотеатрах. То есть если у вас фильм короче 90 минут, то вы можете выпускать его в кинотеатре. А если... Ой, не можете, конечно. А если более, то можете. Значит, что мы можем еще оценить? Ну, во-первых, мы можем заполнить пробелы как раз медианами. Это не влияет на нашу выборку. То есть если мы сейчас перезапустим код, обратите внимание, да, средний 5,9, квантиль 6,1, да, например, и 16173 значения. Вот мы выполняем еще раз. Все у нас заполнено. Квантиль остался 5,9, медиана 50%. Ну, здесь тоже практически ничего не поменялось. Это мы заполнили пробелы. Значит, с фильмами длительностью 50 минут, больше 500, можно поступить следующим образом. Первое. Love of Loveless. Почему-то это указано как российский фильм на русском языке, но на самом деле, если мы погуглим, то мы обнаружим, что Love of Loveless это английский фильм. Мы не знаем, на каких он точно языках. На английском, видимо. Ну, видимо, других нету. Ну, может, какие-то еще есть, просто мы не знаем. Вот. Соответственно, здесь явная ошибка с длительностью. Каким-то образом закралась данная. В английском не 750 минут, а 87 минут. Собственно, у нас есть несколько вариантов, что нам делать. Мы можем просто заменить длительность, можем поменять язык, а можем просто выкинуть значение. Ну, я, собственно, выкину, так как на самом деле не ясно, что там делать с языком и так далее. И вот у нас не осталось ни одного значения с такой длительностью. Собственно, теперь, чтобы провести статистический анализ, например, построить регрессию или провести дисперсионный анализ, нам необходимо, чтобы наши показатели, которые мы анализируем, на которые мы опираемся, численные были распределены нормально. Нормальное распределение в математической статистике это очень известная вещь. Это практически основной кругольный камень всего, что делается в статистике, потому что существует закон больших чисел, который говорит, что любая величина распределенная как угодно при большом количестве повторений эксперимента, при сложении вот этих разнораспределенных величин, скажем так, оно всегда стремится к нормальному распределению. Нормальное распределение вот так вот выглядит. это известный вид, так называемый купол, гауссов-купол. Нормальное распределение еще называют гауссианой. Очень важно, что оно обладает такими численными характеристиками. То есть σ это стандартное отклонение, mu это математическое ожидание и данные попадают в математическое ожидание плюс-минус стандартное отклонение, плюс-минус два стандарта и плюс-минус три стандарта отклонения. Вот с таким процентом. Такой процент данных попадает гарантированно вот в эти промежутки. Чтобы провести анализ, мы можем воспользоваться двумя методами. Один метод статистический, но я, скажу честно, такой сложноватый на самом деле, поэтому я решил не пользоваться. Есть критерии, которые позволяют проанализировать то, является ли данное распределение нормальным или нет. Но мы не будем им пользоваться, мы воспользуемся визуальным анализом и таким эмпирическим анализом. Как визуально можно проанализировать распределение? Первое — это с помощью построения гистограмма. Воспользуемся кодом, построим гистограммы. Вот, собственно, мы видим, что рейтинги близки к нормальным. Обратите внимание, что я сделал с точки зрения кода. Я взял те ключи, которые нам интересны из датасета. С помощью комбинации zip, с помощью метода zip встроенного я создал пары из keys in access. Вот видите, я взял keys in db и оси под них созданные. Это объекты в питоне. Мы не будем сейчас на это отвлекаться. Просто отметим, что эти объекты есть и с ними всегда ведется работа. Значит, мы используем гистограммы. Строим на основании наших данных. Дальше считаем выборочные средние по выборке, которая нам дана, и выборочные спандартные наклонения. И строим с помощью метода stats.norm.pdf мы строим вот эту вот параболу, которую вы видите. О, не параболу, но купол, простите, пожалуйста, купол, пунктиренный, который вы видите у себя сейчас на рисунке. Значит, вот мы видим, что амдб как-то не очень похож на нормальное распределение, рантайм похож, а е вообще не похож. То есть у нас должен быть какой-то хвост, а хвоста нет. Существуют более надежные методы, визуальные в том числе для анализа того, что является распределением нормальными. И, например, этим методом является метод построения ку-ку кривых. Ку-ку кривая это квантили-квантили-кривая. Она внутри себя содержит следующую гипотезу, что если распределять нормальное, а это правда, то квантили должны быть распределены ровно по оси у равной х. Квантили ожидаемые и квантили теоретически ожидаемые, и квантили практические. Соответственно, мы выполняем те же самые действия, что выполняли в прошлый раз, и строим графики, и видим примерно следующую конструкцию, что у нас рантайм гораздо меньше похоже на нормальное распределение из-за вот этого хвоста, который уходит ввысь. А МДБ так или иначе похож, но у него тоже проблемы с хвостом, а ЕР совершенно не похож. Обратите внимание, мы считаем, что теоретически у нас должны быть квантили в 2080 году, а на практике все заканчивается в 2020. Мы это знаем. Вот, собственно, у нас происходит такое загибание ку-ку кривой, что означает, что данное распределение не является нормальным. Значит, выводы можно сделать простые. А МДБ нормально распределенный, рантайм близко к нормальному, ну и Е ненормально. Ну и, собственно, теперь осталось только посчитать статистические показатели выборок. Достаточно легко сделать. Вот с помощью такого кода мы выводим теоретические и практические значения. Значит, что мы получаем? Что АМДБ очень близко статистически. Да, видите, здесь минимальное расхождение, кроме, наверное, на 0.68 данных, да, 1 сигма. Они очень близки. И рантайм, ну, достаточно близок. Ну, хотя заметно, конечно, что не очень. А вот Е совсем не близок, совсем ненормально распределен. Видите, здесь разница огромная. То есть в одну сигму попадает значительное количество данных. Это связано с тем, что очень большая площадка фильмов выпускается в 2020 году, а не размазанная до 1080. Ну, мы это вот все видели на графиках вот здесь. Соответственно, вот этот визуальный анализ и небольшой численный анализ позволяет нам достаточно точно сказать, что вот это нормальная распределенная величина, а вот это нет. Естественно, можно провести более надежный анализ, но он сложнее, поэтому мы оставим его за рамками данного вебинара. Так как рантайм и рейтинг распределены нормально, то давайте попробуем понять, есть ли между ними какая-то статистическая зависимость. Визуализируем данные. Если мы их визуализируем, то, собственно, обнаружим, что так с хода нам кажется, что зависимости нет. Ну, справедливости ради, мы пока не знаем, так ли это на поправке или не так, но вот кажется, что нет. Соответственно, попробуем рассчитать регрессию. Регрессия описывает как раз вот эту линейную связь между величинами. Единственное, я вот здесь только поправлю. Здесь, конечно, должно быть 2, и здесь тоже 2. Это размер выборки, случайная ошибка. Я не буду вдаваться в подробности математические, но это обобщенная формула регрессии. Она позволяет считать регрессию для любых величин. И все бы здорово, но нам нужна оценка качества для регрессии. Вот для такой оценки качества выступает сумма квадратов ошибок в регрессии, деленная на сумму квадратов отклонения того элемента, по которому мы регрессию строим, то есть рантайм. Вот если мы посчитаем это значение, то у нас должно получиться что-то близко к единице. То есть, если вы посмотрите на формулу, 1 минус сумма ошибок, деленная на сумму вот этих значений, чем меньше ошибка, тем лучше наш результат. Но мы видим, что значение очень близко к нулю, и, собственно, кажется, что регрессии никакой нет. То есть зависимости между длительностью и оценкой нет, говорим мы, смотря на вот этот коэффициент детерминации. r, вот если что, вот этот r, это называется коэффициент детерминации как раз. Мы можем на него положиться, а можем сказать, что мы знаем теорию вероятности и понимаем, что на самом деле дело не в самом коэффициенте, а в том, насколько гипотеза о том, что регрессия есть или нет, выполняется. Поэтому мы построим статистический тест. Вы можете найти информацию о нем, о том, что зависимости между рейтингом и длительностью нет. Но как только мы его построим, используем статистику Фишера, то мы увидим, что значение f, то есть наше расчетное, гораздо-гораздо больше, чем значение t. t это статистическая вещь при альфа 0,01, это очень маленькая альфа. То есть, если мы, фактически мы пытаемся все что угодно сделать, чтобы доказать, что гипотеза выполняется, ну, то есть мы расширяем доступную область, у нас правосторонняя гипотеза, то есть по максимуму. Соответственно, так как у нас f больше t, то мы можем сделать однозначный вывод, что несмотря на то, что коэффициент детерминации такой маленький, на самом деле гипотеза не выполняется, то есть мы отвергаем левую гипотезу о том, что зависимости нет, и говорим, что на самом деле зависимость есть. Собственно, мы можем рассчитать коэффициенты b0 и b1, ну, определенного образом считаемых, если все правильно сделано, а, конечно, правильно, вот так, вот, то мы видим, что регрессионная кривая выглядит вот таким забавным образом, вот, то есть кажется, что у нас вот здесь сосредоточено значительное количество фильмов, которые просто влияют на оценку очень сильно, а наш визуальный анализ, вот когда мы так визуально глазиками смотрим, достаточно забавно, то мы просто не видим, что вот здесь плотность значений гораздо выше, нам не позволяет вот эту визуализацию увидеть, и на самом деле это частое явление, то есть если вот здесь визуальный анализ нам позволял увидеть, что вот это нормально, а нормально это нет, то вот тут не позволяет увидеть, что существует какая-то зависимость, А на самом деле зависимость хоть и очень слабая, но статистически значимая и явно есть. И теперь мы можем на самом деле проверить эту гипотезу о зависимости. То есть не только вот так вот странно посмотрев, можно ли построить кривую, а мы еще проведем другие формы анализа. Анализ называется дисперсионным и подтвердим эту гипотезу. Подождите буквально секунду. Значит, что такое дисперсионный анализ? Дисперсионный анализ делит выборку на несколько частей и позволяет оценить влияние качественных факторов на количественные. То есть, например, влияние того, что фильмы перевели на английский язык на оценивание. Например, то есть фильмы без перевода и фильмы с переводом. То есть фильмы без перевода с английского и фильмы с переводом с английского или любым другим языком. То есть фильмы только на английском оцениваются иначе, чем другие фильмы с другими языками. Для этого у нас существует математический метод, который называется дисперсионным анализом. Вот эта функция varAnalys должна возвращать нам true или false в зависимости от того, есть ли какая-то зависимость или нет. Нулевая гипотеза у нас состоит в том, что зависимости нет, поэтому f от t, если больше, то нам надо возвращать true. И вот мы, собственно, видим результат, что фильмы на английском оцениваются иначе, чем фильмы с другими языками. Вот что нам простой вот этот набор вещей тезисов говорит. Конечно, вы не скажете, а что такое, ну надо было просто посчитать среднюю оценку и все было нормально. Возвращаемся вот сюда. Вот здесь мы посчитали регрессию, определили, что, простите, слишком далеко пролистала, определили, что она очень маленькая. Вот здесь видите, очень маленькая коэффициент терминации, соответственно, регрессия работает очень плохо. Плохая? Нет регрессии? А, нет, есть статистический тест, который показывает, что регрессия есть. Поэтому здесь мы пошли от обратного. Мы сначала провели статистический тест, увидели, что разница есть, а теперь решили посчитать значения средние. И если мы считаем, то увидим, что фильмы только на английском оцениваются на 5,7, а фильмы с транспереводом на 6,2, даже, ну, 0,24, там, наверное, 74 и 24. То есть, 0,4 разница. Это очень-очень много. Соответственно, я могу однозначно вот из-за этого сделать закономерность, что оценка разница. Давайте теперь посмотрим, есть ли такая же зависимость среди, простите, пожалуйста, среди длительности, в зависимости от длительности. Ну, собственно, смотрим. По параметру runtime мы берем, то есть мы разделили фильмы на английском и не на английском, взяли параметр оценивания. Теперь взяли фильмы на английском и не на английском и выбрали параметр длительности. Смотрим. Проверяем. У нас true, то есть все нормально, ну, как бы все честно. И мы видим, что фильмы только на английском имеют длительность 87 минут, а среднюю, а фильмы с переводом 104. И вот теперь смотрите статистическая магия. Мы обнаружили, что короткие фильмы, мы увидели, что фильмы на английском меньше, чем фильмы без перевода по длительности. И увидели, что фильмы на английском оценивают хуже, чем фильмы с другим переводом. Но фактически, теперь, если мы проведем связь между вот этими двумя данными, результатами, то мы увидим, что фильмы на английском короче и оцениваются меньше. То есть короткие фильмы оцениваются меньше, чем длинные фильмы без английского, у них оценка больше. Короткие оцениваются хуже, длинные оцениваются лучше. Смотрим на регрессию. Вуаля, вот он есть этот результат. Чем больше длительность, тем больше оценка. Вот таким образом мы, кроме прочего, подтвердили для нас зависимость между величинами и ее наличия. Хотя оказалось, что мы занимаемся совершенно другими вещами. То есть зависимость явно есть. Более длинные фильмы оценивают лучше, в среднем. Скорее всего, кстати, по простой причине, потому что они попадают в мировой прокат. Все ловят хайп на них и дают им большие оценки. Вот это достаточно закономерный результат. Ну, собственно, надо посмотреть не только это, но и, например, ради интереса, верно ли, что фильмы на Netflix оценивают лучше, чем фильмы, которые на Netflix не представлены. И там говорят, ну, нам говорят, что эти оценки отличаются. А я уже могу вам сказать, что я знаю спойлер. И, собственно, вот результат. Фильмы на Netflix оцениваются лучше, чем фильмы, которые на Netflix не представлены. То есть в базе AMDB мы статистически значимую разницу между оценкой Netflix и оценкой не Netflix можем увидеть. Ну, собственно, дальше. Влияют ли жанры на оценку? Это самая интересная история. Мы воспользуемся здесь созданием дамы переменных. Зачем это необходимо? Вот давайте обратим внимание на изначально нашу табличку вот сюда. Мы увидим, что жанры, видите, перечислены в одном поле вот так через запятую, что ужасно неудобно. То есть мы не можем это проанализировать. Но Pandas нас спасает, эта библиотека питоновская. И позволяет вот таким легким образом, невзначай, простите, где-где-где код, вот он, получить переменные по каждому из жанров отдельные. Собственно, посмотрим список жанров. Он очень разный. Экшены, адвенчура, драма, фэмили, мюзишн, ну и так далее. И мы теперь можем, так как у нас появились все наши жанры, построить, посмотреть коррелиацию между ними. То есть как часто жанры указываются вместе друг с другом. И увидеть интересные, ну, а может быть не очень интересные закономерности. Например, вот видите, вот эти чисто, которые больше нуля показывают, что существует какая-то корреляция. То есть это величины связанные. Например, фэмили очень часто указывают вместе с анимейшн. Фэнтези очень часто указывают вместе с андвичур. Триллеры в 30% случаев указывают вместе с крайм. Вместе с хоррор и вместе с мистери. То есть, в общем, это интуитивно совпадает с нашими представлениями, но не всегда вот так точно. И не всегда можно это прям визуально увидеть. То есть комедия не бывает биографии, видим мы. Вот на этой клеточке виден ноль. Ну, ноль, если что, на всякий случай скажу, что ноль здесь стоит специально. Тут я сделал отсечение. Я могу это поменять, и тогда здесь везде будут какие-то маленькие корреляции. Мы не будем это смотреть. Нас интересуют только большие корреляции. Это для нашего удобства. Значит, теперь, собственно, осталось сделать все комбинации всех жанров. И посмотреть, где, по нашему мнению, по мнению анализа статистического, с помощью дисперсионного анализа, мы можем сказать, что значения оценки между жанрами не разнятся. И мы увидим, что они не разнятся примерно в 72 случаях. Всего в выборке примерно... Ну, я бы спорил, да, скажу, что размер вот этого, вот этих пар, количество пар, можно рассчитать их, там, 380 с чем-то. Вот. Но, соответственно, в 72 из них, несмотря на явную статистическую разницу, то есть 6,1 и 5,4, мы можем сказать, что это статистически одинаковые числа. Скорее всего, потому что выборка по экшен и гейм-шоу, по какому-нибудь из них, очень маленькая. Ну, мы не будем это проверять. Это вам, возможно, захотите сами сесть и посмотреть более глубоко, чтобы все свои выводы подтвердить или, как это может быть, даже опровергнуть, может, что-то найти. Вот. Но мы видим, что в 72% случаях, несмотря на явную значимую разницу, а вот здесь есть разница между оценками, до 2,3, добавим видимость... Ну, да, вот, например, здесь бывают оценки и разницы до 2,3. Вот тут мы видим не такую большую, но она явно встречается какая-то, да, вот тут не знаю. Вот. Мы можем однозначно сказать, что давайте ради интереса даже просто посчитаем наибольшую разницу, наибольшую разницу между значениями там, где, кажется, этой разницы нет. Это самое интересное на самом деле. Собственно, здесь разница 4 я поменяю просто. Конечно, не стоит называть переменной, но у нас такой быстрый мастер-класс, и я в каких-то моментах... Ну, меня выйдет, тут четвертая версия, это переменной. Ну, она пишет здесь ошибку, но это не важно. Короче, максимальная разница 0,76, это очень много с точки зрения вот этого значения. Это было 7%, то есть от максимума. Вот колебания в 7% от максимума позволяют однозначно сказать, что это могут быть статистически одинаковые величины. Вот, собственно, скатер-плот, то есть диаграмма рассеяния по этим величинам выглядит следующим образом. Красными отмечены то, что реально различается, а синими то, что не различается. И вот мы можем сказать, что... То есть оценка одного жанра 5,5, а оценка другого 5,9. Ну, вот, или 5,4, 5,9. То есть вот мы таким образом расположили точечки наши, и можем видеть, что существует набор различных шоу, которые между собой слабо отличаются. Хотя и кажется, что это отличие там большое. Например, здесь 5,3 и 6,2. Это вот почти, почти наше вот это максимальное значение 0,7,6,7. Да. А, да, кстати, почему здесь дробные значения выпали? Потому что это среднее. То есть мы пытались... Я пытался среднюю разницу между первым и вторым посчитать. То есть в среднем разница... Я, кстати, ошибся, я вам что-то так легко сказал, что здесь считается. А здесь, на самом деле, считается средняя разница между этими величинами. С false, по сути, да. То есть в среднем все вот эти штучки отличаются, а вот это отличие настолько статистически незначимое, что даже несмотря на то, что это большое абсолютное значение, по статистике это все одно и то же. Вот такие вот дела. И вот, собственно, вот такие вещи позволяют нам увидеть теорию вероятности и математическая статистика. Скрытые закономерности в данных, то есть визуально мы их не видим. Подтвердить или опровергнуть эти вещи с помощью дисперсионного анализа. Или вообще увидеть, что некоторые жанры между собой... Оценки не различаются, несмотря на то, что значения очень большие. Но, собственно, можно сделать выводы. Выводы я сразу могу сказать плохие, кроме чисто статистических. Например, я могу сказать, что фильмы, которые выпускают в Америке и не отправляют в прокат, то они на самом деле плохие. Потому что их оценка в среднем ниже, чем оценка фильмов, которые имеют перевод. Буду ли я прав? Неа. Не буду. И вот на этом этапе мы утыкаемся в предел простого инженера, назовем это так, по данным. Точнее, простого программиста по данным. Потому что он не может сопоставить результаты своего анализа с реальным миром. Если я не знаю реальных закономерностей реального мира, не понимая особенностей тех регионов, которые следую, тех событий, которые анализирую, даже очень значимых, то я, к сожалению, не могу сделать ни одного вывода. Все мои выводы будут вилами по воде писаны. Например, жанры оцениваются, некоторые идентично, мы видим, что оценки различаются, а значит, значит, это одинаковые данные. Вот такой вывод я даже могу сделать. Это пример плохого вывода. Когда я не знаю ту практическую область, которую я буду использовать, но делаю выводы, я не прав. К сожалению, это так. Поэтому никогда не делайте выводов, если не разбираетесь в области. Да, вы посчитали все вот эти значения, вы могли бы быть красивые, вы построили графики, таблицы, кукуплоты, гистограммы, вообще все что угодно, и даже почистили немножко данные, но не делайте выводов. Подождите с выводами. Попросите других сделать свои выводы. Я не знаю, все что угодно. Те, кто разбирается в области, сядьте с экспертом. Такие дела. Какие мы использовали за сегодня теоретические, практические основания, ну, вообще элементы теории вероятности, мастер-статистические. Ну, мы использовали, понятно, понимание некоторого случайного, увеличения. Мы использовали и анализировали функции распределения, в первую очередь и единственную очередь, нормальное распределение. Мы строили гистограммы, мы строили квантильные кривые, мы смотрели, что такое квантиль. Мы считали характеристические значения для распределения, которые у нас есть. Мы оценивали регрессию, оценивали ее качество и значение, и мы проводили дисперсионный анализ, значит, так или иначе считали дисперсию. И математический tornado мы тоже считали, я вообще это все не сказал. Все это мы могли делать, потому что те данные, которые у нас были, в итоге были распределены нормально. То есть регрессию и дисперсионный анализ проводить можно только в том случае, если исходные данные распределены нормально. Но очень часто в мире случается, что многие данные распределены нормально, потому что существует закон больших чисел, который об этом, собственно, нам и говорит. Поэтому с большой долей вероятности анализ проводить можно, но выводы делать нельзя. Вот, собственно, так работает математическая статистика и теория вероятности. И именно такой математической статистики теории вероятности у дата-сайентистов, как это говорится, то есть ученых по данным, у нас любят жаргоны в программировании, и аналитиков, то есть данных. И именно это мы учат в университетах на курсах теории вероятности и математической статистики. Спасибо большое за уделенное внимание и до встречи!